здравствуйте друзья вот так внезапно но вполне в общем то закономерно мы с вами оказались в новой правовой реальности президент объявил частичную мобилизацию хороших новостей у меня для вас нет с другой стороны предупрежден значит вооружен и конечно же я расскажу вам что думаю по этому поводу поделюсь информацией которую я смог собрать проанализировав нормативные правовые акты те из вас кто подписан на мой телеграм-канал юрист антон долгих уже знают что я на эту тему высказался подготовил правовую справку ссылка на пост будет в описании ну а тем кто не читает телеграм-канал по каким-то причинам сейчас постараюсь сжато рассказать что же произошло и чего можно и нужно ожидать самое главное что я хотел бы донести до вас никакие заявления чиновников депутатов кого бы то ни было они по большому счету не имеют никакой правовой ценности если они не основаны на законе я это к тому говорю что за последние дни вы слышали массу заявлений что будет что не будет кто подлежит мобилизации кто не подлежит но друзья когда дойдет до дела ценность этих заявлений будет равна нулю правовое положение мобилизации полной или частичной определяется федеральным законом о мобилизационной подготовке и мобилизации в российской федерации есть еще один закон относящийся к институту военного права это федеральный закон о воинской обязанности и военной службе вот если вы потрудитесь и почитаете два этих закона хотя бы бегло хотя бы в части то у вас уже сложится более-менее полная картина правовая картина я имею ввиду и вам не придется метаться между источниками информации коих сейчас конечно же появилось очень и очень много даже через чур много я бы сказал вообще вы наверное знаете что когда у нас чемпионат мира по футболу все становятся специалистами по футболу когда началась пандемия некоторые отрицают вообще что была пандемия но тем не менее у нас все становятся инфекционистами вирусологами сейчас все стали разбираться в военном праве вопросах мобилизации хотя вопрос честно говоря сложнейший с одной стороны он сложнейший потому что он не до конца урегулирован там очень много оставлено так называемых бланкетных норм ну например бронирование производится в порядке установленном правительством российской федерации конечно же нужно искать нормативные правовые акты которые определяют этот самый порядок как я уже сказал я подготовил правовую справку по вопросу о мобилизации создал закрытый телеграм-канал ссылка будет в описании в этом закрытом канале помимо собственно правовой справки конечно же создан еще и чат то есть будет производиться обсуждение и будет дополняться информация по мере ее поступления что самое важное я хотел бы друзья до вас донести ну помимо того что призываю вас опираться на источники права на нормативные правовые акты а конкретно на федеральный закон о мобилизации самое главное необходимо понять что федеральный закон четко определяет что мобилизации подлежат все граждане российской федерации пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку от призыва по мобилизации то есть два момента еще раз подчеркну граждане пребывающие в запасе это первое условие и второе условие не имеющие права на отсрочку от призыва по мобилизации здесь нужно понимать многие сейчас путают что есть призыв на военную службу а есть призыв на военную службу по мобилизации Вот это вот по мобилизации забывать не надо. Это два совершенно разных призыва и регулируются они не просто разными федеральными законами, а перечень оснований для отсрочки отличается радикальнейшим образом. Итак, первое условие. Пребывание в запасе. Ну, если упрощенно говорить, то в запасе пребывают примерно все, вот кроме шуток. Понятно, что после определенного возраста граждане снимаются с воинского учета. Для мужчин, которые являются рядовыми, это возраст 50 лет, после этого они подлежат снятию с учета. Но, тем не менее, до 50 лет практически все пребывают в запасе. Что такое запас? Нужно обращаться к федеральному закону о воинской обязанности и военной службе. Здесь, опять же, я вспоминаю про свой телеграм-канал, там как раз есть ссылки на нормы закона. Но в общих чертах, вот я вам сейчас докладываю, то есть в запасе пребывают примерно все. Второе условие – это отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Перечень этих оснований очень и очень мал. И здесь, друзья, я бы, конечно, мог вам рассказать эти основания, но вы поймите, что нет никакого смысла пересказывать закон, его нужно прочитать. Вот я последние дни наблюдаю, что многие спикеры, включая представителей Министерства обороны, даже и Генерального штаба, они предлагают толкование закона. То есть они в сжатой форме рассказывают о правовой норме, а далее журналисты, подхватывая, еще больше сжимают сказанное и получается совсем не то, что предписано законодателем. Ну, например, отсрочка предоставляется гражданам, у которых на иждивении, я подчеркиваю, на иждивении есть 4 и более несовершеннолетних ребенка. Даже не несовершеннолетних, а в возрасте до 16 лет, это важно. Вот ключевые слова здесь – на иждивении. А я уже видел, причем очень много видел статей, где со ссылкой на представителей Генерального штаба журналисты подали информацию следующим образом. Право на отсрочку имеют мужчины, воспитывающие 4 и более детей, или имеющие 4 и более детей в возрасте до 16 лет. Но, согласитесь, разница есть на иждивении или просто имеющие детей. Конечно же, нужно опираться на закон. И поэтому я не вижу никакого смысла пересказывать закон, я вас призываю. Есть два пути. Либо вы самостоятельно изучаете закон, информация абсолютно открытая, доступная. Еще раз, федеральный закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Он несложный, он необъемный. Название статей говорят там сами за себя. То есть, если вы находите этот закон, то совершенно четко понятно, какие статьи нужно почитать. Если же у вас нет времени, желания или возможности изучать закон, я как раз и подготовил в удобо читаемой, в понятной, в простой форме правовую справку, конечно же, со ссылками на нормы закона, и поместил в закрытый телеграм-канал. Вы можете, пожалуйста, доступ получить, ссылка будет в описании. Итак, если вы пребываете в запасе, а скорее всего, вы пребываете в запасе, и у вас нет права на отсрочку от призыва по мобилизации, значит, есть отличная от нуля вероятность, что вас призовут на военную службу по мобилизации. Это надо четко понимать. И вот все заверения, которые вы, как и я, все мы слышали о том, что в первую очередь будут призывать тех-то и тех-то и тех-то, ценность этих заявлений, друзья, она равна нулю. Что я и пытаюсь донести до вас. Вот это самое главное. Да, возможно, есть намерение в первую очередь призывать граждан с определенной военно-учетной специальностью. Возможно. И, скорее всего, так и есть. Но это, опять же, ничем не определено. То есть, Министерство обороны будет определять, кого они будут призывать. Имейте это, пожалуйста, в виду. Далее есть такое понятие, как разряды. Разряды для лиц, пребывающих в запасе. Табличка есть у меня в Телеграм-канале. Эта табличка взята из закона. В законе прямо в табличной форме эта статья прописана. И вот смотрите, как интересно получается. В законе есть понятие разряд. А внезапно в ряде источников я вижу уже не разряд, а очередь. Разница колоссальная, она очевидная. Потому что, когда речь идет об очереди, ну, понятно, что речь идет именно об очереди. И об этом, кстати, и заявляли депутаты, и официальные лица о том, что вот будет такая-то очередь. Но нет, друзья. Законодательство, федеральный закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации, еще раз это наименование повторяю, федеральный закон определяет понятие разряд. И самое удивительное, что нигде больше в законодательстве, ну, по крайней мере, я не смог найти, я думаю, что не издан такой нормативный правовой акт, поэтому я не смог, наверное, найти. Потому что, ну, так вопрос никогда не поднимался. А сейчас наверняка будет принят такой нормативный правовой акт, я отвлекся, верну мысль. Нигде в законодательстве не определено, как эти разряды использовать. То есть разряды есть. Не буду их пересказывать, найдите сами. Там речь идет о возрасте. Например, для солдатов, сержантов, старшин, там возрастные группы первый разряд до 35 лет. Всю таблицу пересказывать я не буду, тем более сейчас она наверняка будет перед вами. Но вот первая строчка, посмотрите, рядовые, сержанты, старшины. То есть первый разряд до 35 лет, второй разряд от 35 до 45 лет, и третий разряд до 50 лет. После 50 лет лица снимаются с воинского учета. Ну, без дополнительных пояснений, в целом вот так. Но, друзья, это вовсе не означает, то есть именно вот эта, я имею в виду норма закона, она вовсе не определяет, что в первую очередь пойдут лица, которым до 35 лет, во вторую очередь от 35 до 45, и в третью очередь до 50. Я сам, вот мне только что исполнилось 45 лет в июне. И, конечно, я бы хотел тоже иметь ясность в этом вопросе, но ясности нет. Поэтому, когда вам будут говорить, что очередность такова, вот как она была на этой таблице показана, вы этим словам не верьте. Вот когда будет принят нормативный правовой акт, который определяет такую очередность, вот тогда и можно будет говорить об очередности. А пока можно говорить и нужно говорить только о разрядах. Как их будут применять эти разряды, я не знаю. Да, накануне вот было разъяснение, представителя генерального штаба, где он сказал, что в первую очередь будут призываться солдаты, старшины, сержанты в возрасте до 35 лет. Да, это было сказано. Возможно, уже такая официальная позиция и есть. Возможно, что уже какой-то локальный правовой акт в Министерстве обороны и принят. Я этого не знаю. Я опираюсь только на закон. И вот вам и хочу рассказать, что опираться нужно только на закон. Потому что источников информации сейчас очень много. Люди пытаются ловить хайп, снимают видео. Но вот я посмотрел пару видео, слушайте, вот если послушать, что они там говорят, то можно самому себе очень сильно навредить. Вот я дорожу своей репутацией, вы это знаете. Именно поэтому я не торопился с опубликованием видео. Я вам больше скажу, никогда еще никакое видео так тяжело мне не давалось, как сегодняшнее. Ну, потому что, во-первых, я недосконально разбираюсь в теме, как, например, в административке. Да, мне ночью разбуди, я все там расскажу. Но я понимал, что мне нужно разобраться, чтобы вам что-то рассказать. Но когда я разобрался, я понял, что порадовать-то мне вас, в общем-то, нечем. Потому что, если говорить упрощенно, то мобилизации подлежат примерно все. И очень важно помнить, что играть в игры с государством и опасно, и порой бессмысленно. Потому что, в частности, потому что государство правила игры так или иначе будет под себя подправлять уже по ходу действий. Вот сейчас я слышу информацию о повестках. Я понимаю, что эта история волнует вообще всех. Ну, конечно, я изучу этот вопрос досконально, потому что повестка в военном праве, она, конечно же, отличается от повестки в гражданском праве. Здесь я напомню, что в гражданском законодательстве, процессуальном, я имею в виду, все очень просто. Если вы не получили почтовое отправление, и оно вернулось отправителю, например, в суд, то считается, что вы уведомлены. Потому что презюмируется, предполагается, что гражданин добросовестно будет выполнять свои обязанности, в частности, по получению почты, и это его уже обязанность своевременно получать почту по месту его жительства. А местом жительства, напомню, является то место, где гражданин зарегистрирован в органах регистрационного учета. Регистрироваться по месту жительства – это, вообще-то, обязанность граждан. И государство из этого исходит. В налоговом праве все еще интереснее, друзья. Те из вас, кто сталкивался, я думаю, со мной согласятся. Там считается, что вы уведомлены, получили налоговое решение или повестку, опять же, любое сообщение на шестой рабочий день после отправления письма в ваш адрес. Я подчеркиваю, после отправления. То есть отправили письмо, шестой рабочий день, все, вы считаетесь уведомленными. Неважно, получили, не получили. Поэтому не думаю, что у государства возникнут какие-то сложности с вручением повесток. Хотя сейчас, действительно, этот вопрос до конца не изучен. Буду изучать. Я понимаю, что многие из вас ждут от меня конкретных рекомендаций. Что конкретно делать. Но, так как я не шарлатан, а профессиональный юрист, я предпочитаю говорить правду, а не рассказывать сказки, друзья. Кому-то из вас может показаться это странным и не понравится такой подход. Вот. Говори, мол, конкретно. Но в том-то и дело, что нельзя дать конкретных рекомендаций, потому что это новая для всех правовая реальность. Новая совершенно ситуация. Есть закон, о чем я уже сказал. Там есть обязанности граждан, четко прописанные, указанные. Есть основания для отсрочки. Перечень закрытый. Закрытый в части указанных оснований. И есть еще одно основание, уже открытое, что может быть дополнительные основания для отсрочки введены указом президента. Но в известном указе президента об объявлении частичной мобилизации там никаких дополнительных оснований для отсрочек нет. Поэтому сейчас об этом говорить бессмысленно. Поэтому, друзья, нужно опираться на закон и каждую конкретную ситуацию у каждого конкретного гражданина рассматривать отдельно. Я бы хотел рассказать вам что-то еще, но на данный момент больше сказать просто нечего. Не потому что мне жалко, а потому что я не хочу навредить никому. Поэтому самое главное, друзья, спокойствие, как бы это странно не звучало в этой ситуации. Читайте законы. В комментариях обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Все читаю. Направляйте запросы, вопросы, что интересует. И я уже на базе ваших вопросов буду формировать дальнейшую повестку. Вся информация оперативная будет в моем телеграм-канале Юрист Антон Долгих. Ссылки в описании вы знаете. Ну а пока на этом все. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...